Здравствуйте, друзья мои! Это канал Вязание и я. Меня зовут Юлия. В сегодняшнем видео я хочу поговорить с вами о моих вязальных делах в январе месяце. Что я вяжу? Я вяжу платье. Сейчас я вам его покажу. Выглядит оно вот таким образом. Рукава и кокетка связаны платочной вязкой, манжет и основное полотно вяжутся узором. Приближу. Вот таким образом вырез горловины лодочка. Из чего я вяжу? Я вяжу из слонимской пряжи. Я начала с ней знакомиться первый раз. И что я хочу сказать вам относительно этой пряжи? Начну с того, во сколько сложений я вяжу. Я вяжу в 6 сложений. Каждый моточек у меня в 2 сложения ниточка идет. И я вяжу от 3 моточков. Вяжу спицами от номера 3 до номера 4. Все подробно о том, где и в каком месте я использую какой номер спиц, схема узора и прочие детали будут в мастер-классе по этому изделию. Что хочу сказать. Мне очень нравится фактура полотна, мне очень нравятся тактильные ощущения, мне очень нравится как ведет себя пряжа после ВТО. Я в одном из своих роликов включала, я вязала разные образцы, разными узорами, только для того, чтобы познакомиться с этой пряжей и определиться каким номером спиц я буду работать. Я их нещадно стирала, парила и мне нравится как ведет себя эта нить. Но, что меня не вдохновляет и даже напрягает, я бы сказала, я не получаю удовольствия от работы с этой пряжей. Нить между собой не скручена, понятно, что она идет просто сложенная. И когда вяжешь скрещенные петли, косы, не всегда я попадаю в петлю. То есть, если я вяжу скрещенную петлю, одну ниточку, но я не захвачу. Вот это вот меня напрягает очень сильно. Это тормозит работу, поэтому на сегодняшний день для меня, для моей скорости вязания это связано очень-очень мало. Но мне нравится то, что получается, и поэтому я продолжаю работать. Конечно же, я буду вывязывать пряжу, которую я купила. И я не могу сказать, что я не буду в будущем работать этой пряжей. Полотно очень мягкое. Вот, например, у меня супруга, я ему однажды связала свитер, всего один раз. И он не смог его носить. Ему все везде чешется, колется, хотя нить была абсолютно мягкая в моем понимании. Для меня это вообще не было колкости никакой. Ему жарко и так далее. Вот я думаю, что эта пряжа, вот он прикладывал себе и полотно, и моточки. Его не напрягает, ему нравится. Поэтому, вполне возможно, я буду работать этой пряжей для вязания мужских изделий и, возможно, детских. Мне кажется, что изделия, связанные из этой пряжи, не будут жаркими. Ну, это вот мое такое, посмотрим, поношу, увижу. Пока я вот думаю вот так. Я еще, самое главное, я добавила ниточку люрекса. Я не знаю, видно, отражает ли сейчас при дневном свете камера. Но вот если присмотреться, да, мерцание небольшое и есть. Когда вяжешь, работаешь вечером, да, и искусственное освещение, это бесподобно смотрится. Ну, вот видите, да, если притянить, мерцание есть. То есть, абсолютно такое игривое мерцание, не напрягающее, практически, ну, не бросающееся в глаза. А люрекс у нас, я так понимаю, будет еще в тренде достаточно длительный период. Я думаю, что даже не один сезон. Судя по тому, что я посмотрела буквально на днях показ моды Дольче Габбана в Милане, где они, мужчин, нарядили в стразы, пайетки, в люрексы, во все прочее. Я думаю, что для женщин это будет актуально еще достаточно длительный период времени. Вот, я добавила эту ниточку. И, девочки, эта работа ужас, я не могу его укротить. Люрекс с конуса сыпется, сыпется. Я бесконечно, бесконечно поправляю эту нить. Мало того, что я вынуждена поправлять вот эти вот ниточки самой слонимской пряжи, потому что один моток мне попался, который где-то из середины мотка, нить пошла с петлей. То есть, неравномерная намотка на моток пряжи была. И я вот это вот каждые 20-30 сантиметров, поправляя эту нить, вывязывала этот моток, я измучилась и изнервничалась. Кроме того, бесконечно сыпется с конуса люрекс, бесконечно. Он тончайший, посмотрите, тончайший. Но, хочу сказать, отдать должное производителям. Я не знаю, кто производитель. Я приобретала онлайн на сайте Indigo Ship эту пряжу, этот люрекс. И он был в разделе итальянская пряжа. Поэтому, вот, не могу сказать по производителю ничего. Но должное отдать должна абсолютно мягчайшая нить. Она не колется, вот как обычно бывает, есть небольшая жесткость, да, люрекса, или колкость люрекса, когда уже изначально в моточную пряжу добавлен этот люрекс. Здесь этого не происходит, я его не ощущаю. Он мягчайший, абсолютно мягчайший. Но, если я вдруг не уследила, отвлеклась, да, вяжу, отвлеклась, не уследила за люрексом, чтобы он не посыпался с конуса, получи фашист гранату. И выглядит вот эта граната вот таким образом. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, вот это то, что невозможно распутать. Это происходит мгновенно. Ссыпание с конуса. Ты поднимаешь конус, чтобы каким-то образом произвести намотку обратно. И происходит вот такая вот красота. Таких моточков, вот таких вот, у меня уже очень много. Вот, но спасибо, метраж люрекса позволяет вот это вот делать. Если бы, конечно, был впритык метраж на изделие, я не знаю, что бы я делала, потому что вязать еще много, но пока еще достаточно запасов люрекса, да. Вот, поэтому могу сказать так. Работать с лонимом дальше я буду, но, скорее всего, не для себя. В своем предыдущем видео, в декабрьском, да, когда я подводила итоги, я хотела, я делилась с вами, каким платьем, какое платье я хотела связать. Я хотела связать платье такого более коктейльного типа, но сдержанного, чтобы его можно было носить в повседневной жизни и в ежедневной, да, на каждый день. Вот, но данная пряжа мне не позволила связать то изделие, которое мною было запланировано. Я напомню, что я хотела вязать платье в разных направлениях. Я, в принципе, его и вяжу в разных направлениях, но я хотела использовать совершенно другие узоры. Я хотела, чтобы это был микс японских узоров, достаточно сложных узоров, но они того стоят. Я вообще люблю японские узоры, да, они тяжело вяжутся, они требуют внимательности, они не допускают ошибок никаких, но зато изделие потом на выходе, конечно, получается замечательным и оно абсолютно эксклюзивное. Так вот, я хотела с юбкой Гаде, да, сделать это изделие, и я поняла, что данная пряжа, она очень мягкая, понимаете, полотно получается очень мягким. Почему, я думаю, кстати, это получается, если бы нить была скручена, она бы держала форму, да, то есть была бы форма изделия. Ну, а так как она сложена, поэтому полотно имеет вот такую вот мягкость, я не могу назвать ее струящимся, струящимся это полотно, нет, но оно просто мягкое. А в моей задумке платье должно было держать форму, именно форму, так как вот держит, например, хлопок, и причем не просто хлопок, а который имеет скрутку, шнурковую скрутку нити. Или египетский хлопок двойной мерседеризации, Анна 16, его многие из вас, наверное, знают, да, вот так держит форму нить. И в моем понимании, в моем представлении, я хотела именно вот такое платье. Но я буду его вязать в любом случае, но буду вязать из другой пряжи, именно из хлопковой пряжи. Я это поняла на 100%, что вот такая пряжа не пойдет. Еще можно было бы его связать пряжей, вы знаете, у меня был опыт работы пряжи в филате BBB, мерисета, по-моему, назывался так, там в составе был шелк и меренос, и очень замечательно пряжа держит форму. Вот из нее, если зимний вариант, вполне, вероятно, можно было бы связать. Поэтому, в связи с тем, что я поняла, что данная пряжа не подходит для моей задумки, я решила все-таки остановиться тогда на футляре, на элементарном футляре, на платье базовое, на каждый день. Но, тем не менее, мне хочется добавить в него какую-то изюминку. Я думаю, что на выходе изделие будет смотреться достойно и будет мною часто эксплуатироваться, скажем так. Еще что хочу сказать. Мне задают вопросы относительно подкладов, какие я ношу, где я их приобретаю. Я их шью самостоятельно по одной выкройке, все подклады по одной выкройке. И я ношу всегда под все платья, под все юбки, независимо от того, требуют изделия, пододевания нижнего платья, подклада, да, как я называю, или чехла, или подъюбника, я всегда ношу во избежание вытягивания изделия на пятой точке. Или в иных местах. Вот, поэтому это платье я также буду носить, скорее всего, с подъюбником, потому что здесь ажур, как таковой, он, ну, я не могу сказать, когда я одеваю на тело, такого просвечиваемости, прям такой сильной, нет. Но, тем не менее, когда это нижняя часть, да, и при ходьбе все равно это будет светиться, мне это не нужно, это будет, скорее всего, возможно, подъюбник. Потом расскажу. Дальше, что хочу сказать относительно узора. Мне очень нравится этот узор, чем? Обратите внимание, обратите внимание, он не дает дополнительный, то есть он рельефный, да, он выглядит достаточно рельефно, но он не дает дополнительного утолщения полотну. Я вот покажу вам вот боком, если вам видно, да, и покажу, попробую показать вам вот так, то есть абсолютно плоское, да, полотно плоское. Но если изделие не отпаривать, то вполне вероятно его носить как платье-лапшу. Вполне вероятно. То есть вот эту часть, вот эту часть я отпарила. И вот так это смотрится. Мне очень нравится. При этом, видите, рельеф узора никуда не делся. Никуда. Но мне очень нравится этот узор. Так, ну это, наверное, все, что я хотела сказать по данному изделию. Все подробности, все тонкости, нюансы работы будут в моем мастер-классе. Еще вы очень часто спрашиваете у меня, на какой рост я вяжу. У меня рост 1,68 м и мой размер 48-50. Почему я говорю двойной размер? Потому что вверх 48, низ у меня ближе к 50 размеру. Поэтому кто, кого эта информация интересовала, я вам ее сообщила. Далее. Друзья, очень многие из вас, я, конечно, вообще этого не ожидала, обратились ко мне с просьбой по узору на вот это платье. Ну, кто-то думает, что это свитер, но это платье. Кто видел парад моих изделий, я показала на манекене вот это платье. Вот. Я приближу сейчас узор. Видно, да? Я не могла оставить без внимания такое количество. Изначально я говорила, что никаких мастер-классов, никаких схем я выставлять не буду, выкладывайте никуда, и не пишите мне. но масса шквал ваших просьб именно по вот этому изделию хотя бы на узор. Узора у меня не сохранилось, но я его с изделия для вас нарисовала. И я вставлю сейчас в видео либо фото, либо сниму этот узор. Единственное, на что я хочу, на чем хочу сакцентировать ваше внимание, на толщину нити. Это достаточно, это стопроцентная шерсть, достаточно толстая пряжа. Я точно не помню, но могу сказать, что это примерно метраж 200-220 максимум метров на 100 грамм. Понимаете, да? И работала я спицами номер 4. Поэтому вот эти рельефы, вот эти узоры, учтите, что они, вот этот узор, связан на достаточно большом номере спиц. Если вязать его на другой пряже, на других спицах, тонкими я имею ввиду, спицами, да, соответственно, он будет смотреться совершенно по-другому. Поэтому, кого интересует узор, пожалуйста, смотрите. Дальше, девочки. чем я хочу поделиться с вами? У меня произошел с моим ребенком старшим такой разговор. Ну, как бы, раньше я ему вязала свитера, джемпера, кофты какие-то, да, и на молниях, и всякие. Пока он был маленький, он носил, потом он резко вдруг перестал носить мои изделия. Я не поняла, чем это вызвано. Причем, были такие, нет, мам, я не хочу, мне в нем жарко. Тут я ему, значит, он уже у меня в разряде старшеклассников, седьмой класс, и разрешено, допустимо, носить, помимо рубашек, батники какие-то, там, дополнительные джемпера, и он у меня носил всегда только рубашки, якобы ему жарко. Тут я его осенью купила, я не знаю, как это правильно назвать, батник или джемпер, вот такого плана, да, обманка. Он тоненький, мне, у меня заверяли, что там кашемир, хотя я сто процентов понимаю, что там даже искусственного кашемира нет. Ну, вот такой вот он, простецкий, абсолютно простенький. Если перевести на наш язык, то это один ряд лицевой, наверное, один изнаночный, примерно вот так. То есть дорожка лицевая, дорожка изнаночная. Вот. И он как-то первое время так же он не носил, я же хотела проверить, на самом ли деле ему жарко. Не носил его, и тут последнее время смотрю, таскает. Сынок, давай я тебе свяжу, хочешь такого же плана там с рубашечным воротником, да, рубашек достаточно, можно порезать некоторые из них, вот, и сотворить вот такую, вот такую красоту. Не, мам, не надо. Почему? Мам, мне жарко, мне этого одного хватит. Ну, ладно, я опять как-то это проглотила. А мне же хочется, мне же хочется сделать приятное, мне хочется связать. Все-таки на него очень сложно найти одежду. Он у меня достаточно плотного телосложения, и плюс подростковый возраст, вот этот вот, когда не найдешь, он уже и не в разделе детей, и не в разделе взрослых, да, сложно найти на него одежду. И я поэтому, давай я тебе свяжу. Знаете, что он мне ответил? Девчонки, я так смеялась, он говорит, да нет, мам, зачем ты будешь на меня тратить свою пряжу? Честное слово, вот как тактично отказать, да? Не надо тратить на меня свою пряжу. Я говорю, сыночек, мне для тебя ничего не жалко. В итоге я начала выводить его на разговор, что почему ты не хочешь? Он мне не отвечал, и когда я ему сказала, сын, я тебе свяжу такой джемперок, да, который не будет похож на ручное изделие. Он тогда, да, мам, тогда давай, тогда буду, носить. Слава Богу, уговорила, вот, значит, можно рискнуть и попробовать связать. Единственное, что я уже не вижу смысла вязать его в этом сезоне из какой-то шерсти или полушерсти. На самом деле, ему жарко, у них очень много физкультуры, подвижных уроков, там какая-то гимнастика, ритмика, помимо физкультуры, в общем-то, происходит каждый день, и он приходит весь мокрый, вся спина мокрая, мы живем от школы в 20 минутах ходьбы, он идет и несет на себя, мы в горочку идет, дополнительный спорт, несет на себе неподъемный рюкзак, да, и с учебниками, и приходит, у него спина мокрая, вот, поэтому я думаю, что, может быть, связать ему из хлопка, вот, и, наверное, немножечко на вырост, потому что тут, поносить сейчас, ну, конец января, пока его служит, пусть февраль, и дальше, что весна у нас, резко, резкий переход идет из холода в жару, вот, и он, чтобы он успел, хотя бы, может быть, осенью поносить эту вещь, потому что, в марте ему будет 14 лет, и я ожидаю, вот, этого гормонального всплеска, и возмужания, да, в физическом плане, я думаю, что должен все-таки он матереть, расти, начнет в рост идти, мышечная масса, кость будет расширяться, вот, думаю, что, наверное, если я начну его вязать, то я буду вязать на вырост, вот, и, наверное, скорее всего, из хлопка, вот, чтобы все-таки ему было не так жарко, и приятно одевать его, да, чтобы не было синтетики, в составе, вот, ну, когда я его начну, не знаю, еще пока не знаю, мне очень хочется какую-то отдыхалочку, вот, вот, типа такой, да, для сына своего, но, я понимаю, что если я сейчас возьму эту отдыхалочку, то я вот это платье, я не заставлю себя взять в руки, потому что вязать действительно очень тяжело, очень тяжело за счет пряжи, за счет люрекса, за счет непопадания в петлю, узор со скрещенными петлями, это фантастически, вот, но все-таки я его добью, а потом я начну новый процесс, вот, ну, на этом все мои новости закончились, я буду с вами прощаться, заканчиваю это видео, кто на меня еще не подписался, подписывайтесь, мне было рада, я была рада с вами побеседовать, надеюсь, что вам тоже было приятно пообщаться со мной, пишите комментарии, до скорых встреч!